итак друзья начинается мое путешествие сегодня депо молв анталия большой торговый центр я думаю многие из вас его знают и попросился на этот раз выйти не на тугар не на автостанции потому что до нее еще отсюда тарахтеть ну минут 20 может даже больше попросился выйти от на трамвайная как об остановке сказал ему на любой он остановил здесь и вот она увидите скалатор работает вот она это остановка там самолет садят так понял этому в районе в районе аэропорта наверно мол так и называется эта остановка вот рамочки и кстати сейчас мы только до него надо пройти по мосту это удобно если вам не нужно на автостанцию потому что как я уже сказал как минимум 20 минут теряется в поездке на автостанцию центр я так понимаю мы проезжаем поскольку мне в центр нужно на мурат паша то мне никакого смысла нечего съехать на автостанцию вот так начинается мое путешествие сегодня и если все будет хорошо мы с вами постим не только анталию пока это военная тайна хотя я думаю многие догадались так сейчас проверим мою карточку спасибо 11 лир пока нормально и друзья я буду полностью вам потом рассказывать сколько денег я потратил то есть все начиная с еды ну все 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 расходы на трамвае вот 11 лир сейчас на карточке я знаю сколько у меня наличка и все буду запоминать что я буду снимать и все мои путешествия в анталии и дальше немножко из анталии все это я вам потом расскажу не ленитесь ездите потому что я в шоке на днях был мне попалась там какие-то туры с махмутлара организуются если не ошибаюсь по моему 150 лир то есть то что стоит как бы проехаться вам 30 и 30 это 60 но плюс на трамвай вы потратите пусть десятку 70 ну то есть ровно половина и своим ходом вы можете ездить выходить там где вам хочется как бы не быть привязанными то есть совсем не обязательно ездить на какие-то организованные вылазки из алании из махмутлара вы можете делать это сами на автобусе автобус кстати был почти полный мест где-то 6 было свободных вот чая сегодня не было кстати сразу как полный автобус сервис почему-то стал попроще ладно буду экономить пока карточку сегодня еще много предстоит я в каньал ты еще сегодня собираюсь сейчас уже три часа привет всем из анталии поднимаемся наверх жара просто неимоверная люди такое впечатление но в питере летом я думаю жарче не бывает чем сейчас сегодня здесь я думаю что на солнце по ощущениям 25 а то и больше очень классно очень жарко уже уже вспоминал лето сегодня думаю блин скоро шлета будет очень жарко но пока ждут самые комфортные месяца сейчас начинаются так идем на трамвай только разобраться в какую нам сторону на и сюда я думаю и это мы да это мы находимся вот там аэропорт вдалеке мы находимся почти возле аэропорта смотрите какая красота горы там немножко немножко приближу поснимаю красотища солнечный день заснеженные горы смотрите снег там здесь жара как летом а там снег красотища и там аэропорт сейчас заходим по карточке вот туда вот и на трамвайчик они ходят уже второй пошел ходят довольно часто каждый минут 10 наверное дома вот она карточка 33 20 стоит проезд все до следующего включения вышел вышел на остановочку четыре минуты до трамвая то есть ходят они даже чаще чем раз 10 минут вот наша остановка желтая и нам ехать надо раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять 11 остановок на мурат паша мне надо сейчас попасть смотрите тут красивые такие этим самолетик стоит и пушки там возле него сейчас покажу вам такие пушки там думаю кто-то был там наверно хотя нет там запретка я думал там погулять можно там сосновый лес такой но это территория уже возле аэропорта я думаю что там нельзя гулять наверно очень красивая анталия она тоже завораживает и влюбляет себя с первых прямо даже первый раз и попасть с первых шагов так сказать с первых видов все теперь едем в центр марк анталия торговый центр один из тоже самых больших в анталии в нем еще внутри кстати не был ну довольно быстро эти 11 остановок мы проехали я думал дольше будет минут 15 буквально так теперь ищем дальше разогнался на мурат паша чего-то там думал этот отель находится короче я сегодня люди с отелем я сегодня по-крутому и отель выбрал нормальный потом я все расскажу и покажу доу гаражи называется остановка она короче следующая будет и смет паша потом мурат паша две центральные остановки это не доезжая со стороны аэропорта либо со стороны мурат паша она вторая и смет паша идет и вот это доу доу гаражи сразу выходим и сразу вот он старт отель потом я расскажу сделаю отдельно о нем видео ну такой вот отельчик наконец-то я не бомж а наконец-то я культурный человек которому есть куда вернуться вечером переночевать и который может гулять тут теперь хоть до 12 ночи главное разобраться как выйти на ту улочку где старый трамвай ходит вот он этот старт отель единственное что у меня номер к сожалению без без балкона надеюсь вид будет хотя бы хоть хоть как-то на город но сейчас посмотрим так вот он мой старт отель да прям в самом самом центре в гуще так сказать все события находится городской такой чисто отельчик отель популярный с высокими оценками на букинге 8 и 3 бронировал его по интернету маленький обзорчик отеля здесь у нас третий этаж получается такой вот он уютненький небольшой номер у меня 308 номер самый экономный короче из всех что есть он без балкона значит здесь большая двухспальная кровать 1 1 спальная отдельно я сделаю еще обзор номера посмотрите здесь столик вот такой мини барчик холодильник но это все платно я думаю набитым до отказа скажем так вот бесплатно я думаю вода наверное и что хорошо здесь есть электро чайник телевизор зеркало вот такой вот кондишен веста но он работает и на обогрев и на ну вы поняли и вид вот такой вот отель сафари напротив но вид к сожалению не на город потому что видимо экономный поэтому вид не на город но с другой стороны есть плюс не будет так шумно потому что там конечно если бы было туда то там было бы шумно ну такой довольно уютный номер да я не показал еще ванную с туалетом сейчас покажем ну небольшая но вполне комфортная нормальная душевая кабинка унитаз и раковина здесь телефон и все интересно кто с туалета куда то звонит и фен или это типа приносите мне туалетную бумагу если я забыл ну вот такое вот состояние конечно я ничего не приукрашаю ничего все как есть так есть замазана плесенью вроде не видно это замазана просто этим вот такой душ надеюсь теплая вода есть сейчас попробуем на экране есть вода горячая кипяток вообще огонь вот такой вот номер здесь тоже зеркало вот 308 не забыть сама да здесь есть сейф сейф большой кстати вроде как с виду большой по крайней мере сейф и и и и и и и шкаф шкаф с тремпелечками вот ну что удобно что это номер двухместный в принципе номер двухместный удобно что большая кровать лифт едем на первый этаж включен завтрак в это дело все мы приехали причем даже два лифта работа такой вот территория ресепшен где посидеть можно есть даже ноут компьютер смысле и здесь друзья рядом с входом в трамвайчик здесь у нас карафур есть то есть в принципе проблема решена как бы если вам еда нужна можно но он небольшой но я думаю все там можно в принципе купить и не искать ни шок ни а101 то есть вполне нормальный карафур магазин ну теперь пойдем исследовать исследовать дальше будем я хочу найти где где естественно тот трамвайчик который древний чтобы на нем доехать сразу туда до конечной аж в сторону Канялты теперь я знаю что Канялты в доступности в принципе до него можно легко добраться можно даже пешком от башни дойти но чтобы сэкономить время потому что будет темнеть скоро ну не скоро в смысле но у меня не так много времени поэтому будем на том трамвайчике передвигаться сейчас кого-то русскоязычного вижу я тоже попробую спросить где его найти тут трамвайчик но я так думаю что где-то там вот туда если в дворы нырнуть где-то наверное там скорее всего ну и вот друзья как он выглядит отсюда 8 этажей примерно в нем и здесь здесь также есть банкоматы есть инкбанк есть и опекреди халк банк есть информационная кабинка можно посмотреть маршруты либо фотку сделать на память там куча аптек еще вижу по этой улице ресторанчики вижу вот такой вот пешком тут можно дойти уже до этой прогулочной улицы где трамвайчик ездит я понял на него наверное чуть-чуть мне один квартал пройти там я уже смогу сесть на вот этот трамвайчик так